Всем привет, я Нильзори. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я затяну не очень приятную для меня тему. Кажется, каждый человек, который заходит на мой канал и смотрит мои видео, или даже подписывается, задается таким вопросом, что у меня с губой. Некоторые люди называют это ошибкой природы, а некоторые говорят, что это подарок судьбы. Кому верить, я не знаю. Однако лошара я еще та. Не думаю, что эта отметка Бога как-либо помогает мне в моей жизни. Сейчас это шрам, и как бы я ни пыталась скрывать его, все равно рельефность остается. Увы, к сожалению. Наверное, разгладить это можно, но я не особо интересовалась этим. Да и убрать полностью красноватые оттенки не получится. И расскажу сейчас почему. Первую неделю после моего рождения у меня было все замечательно. Но потом начали проявляться какие-то красные пятнышки. Мои родители сразу, конечно же, обратились к докторам и спросили, что происходит. Сказали, что это капиллярная гемангиома. Еще раз. Это капиллярная гемангиома. Сложно для понимания обычного человека, который не пользуется медицинскими терминами. Сейчас расшифрую. Надеюсь, все из вас знают, что такое капилляры. А если нет, это кровеносные сосудики, которые у нас проходят через все тело. Так вот, у меня, видимо, с ними проблемы. Или были с ними проблемы. И почему-то так нехорошо образовались капилляры у меня именно под губой. Это не грозит мне какой-то опасностью. И, естественно, не передается кому-либо. И с самого детства мне начали лечить их. Сначала я лежала в больнице с моей мамой, еще в младенческом возрасте. Мне ставили уколы в губу. Было больно. И так было каждый год, как минимум месяц. Я лежала в больнице. Мне ставили уколы каждый день под губу. Так было до 8 лет. В 8 лет впервые мне решили сделать операцию. Она была под наркозом. Помню, мне обещали, что будет пахнуть яблочком, когда надевали маску. Но она нифига не пахла, как яблочко. Меня обманули. Когда я проснулась, у меня была огромная короста. Я не могла толком есть и даже открывать рот. Хорошо, чтобы взять ложку. Потому что он не открывался. А все преподаватели пения почему-то удивляются, почему я открываю плохо рот, когда пою. Но просто жизнь у меня такая. Второй раз мне делали операцию уже в 9 лет. Там была под местным наркозом. И опять же, кто не знает, это когда ты все видишь, слышишь, чувствуешь. И только то место, над которым проводится операция, его замораживают. Начали мне замораживать. И вроде бы все хорошо. Но тут я поняла, что заморозка прошла неуспешно. Потому что я все чувствую, блин. Реально чувствую. Меня спросили, ты что-нибудь чувствуешь? Я говорю, да, я чувствую. Чувствую вашу руку. Она такая, хорошо, я подержу еще. После еще двух минут лекарство с ваточкой убираю. Тем не менее, я все еще чувствую. И тут мне начинает что-то делать. Знаете, в стоматологии есть такая штучка, колесико. Которым подравнивают зуб. Вот было ощущение, что взяли это колесико. И прямо мне по губе. Настолько это было больно. К счастью, я была терпеливой девочкой. И я не кричала никогда. После этого у меня была снова большая короста. И после нее было что? Правильно, шрам. Мне просто жгли. В прямом смысле жгли. И третий и последний раз, когда мне делали операцию, мне было уже 10 лет. Помню, сказали мне, что снотворное мне будет втыкать прямо в вену. Я тогда очень боялась уколов и не хотела. Привезли меня, значит, в операционную. Две молодых практикантки начали ставить мне уколчик. Говорят, так, чисто укусит комарик. Я тогда подумала, мне же уже 10 лет. Я в эти сказки уже не верю. Вставляет мне, значит, этот катетер. И вдруг одна из девушек. Ой, посмотри, мне кажется, я не попала в вену. Как можно было не попасть в вену? Как? Она у меня прямо посередине проходит. Просто прямо посередине. Вы хотите достать эту иголку и снова вставить новую иголку? Нет, пожалуйста, ребята. Не издевайтесь надо мной снова. Я боюсь уколов. И да, они сделали это. Ну и сволочь, подумала я. Когда я спала, мне снился сон, что вот черный фон. Какие-то разноцветные полутреугольнички. Ну, ломаная такая. Они мелькают всякими розовыми, синими, зелеными цветами. И бегу я по этим горам, а за мной бежит куча докторов. А я от них убегаю. Да, в больнице я больше не лежала. После этого наркозу было очень сложно отходить. Я лежала в постельке. Помню, бабушка сидела рядом и пыталась мне какую-то дичь утирать. В то время моей племяннице был всего годик. И она начинала рассказывать мне о том, что моя племянница уже ходит. Или что-то сказала. И я точно не помню. Однако я говорила, бабушка, можно я еще посплю чуток? Я смотрела на веточки за окном. И они у меня тороились. В общем, хотела я уснуть, а бабушка мне такая... Нет, никак нельзя. А вдруг ты усинешь и больше не проснешься? Пришлось вставать. Так вот, к чему я все это веду? Наверное, к тому, чтобы вы приняли меня такой, какая я есть. И видели это не как изъян, а как какую-то особенность мою. Или просто хотя бы привыкайте ко мне такой, какая я есть. Все мои друзья уже не замечают этого. И когда я спрашиваю их о том, как они относятся к моему шраму, они говорят, мы не видим его, забываем о том, что он есть как-то само. И даже многие говорят, что это делает меня особенной. Также, я думаю, многих интересует вопрос, издевались ли надо мной в классе или, например, в садике. Так вот, на удивление мне самой, надо мной никогда не издевались насчет губы. Просто издеваться? Конечно, да. Очень много. Но я думаю, это отдельная тема, потому что это школьные проблемы были тогда, и, в общем, было очень все тяжело. Но вот именно насчет губы или шрама надо мной никогда не издевались. И самое обидное, что касалось моей губы, пожалуй, в лагере меня назвали Фракенштейном один раз. И это было действительно обидно. В садике дети часто спрашивали у меня, что с губой, и я опять использовала страшные медицинские термины, и точно так же разъясняла, что это такое. Вот сейчас, в поседневной жизни, меня очень редко о чем-либо спрашивают мои сверстники, да и не только. Интересуются моей губой единицы, наверное, потому что это некрасиво и некорректно спрашивать, типа захочет, расскажет сама. Но я считаю, что это глупо. Если тебе интересно, спрашивай, я спокойно это расскажу, потому что, блин, я живу уже 18 лет с этим, и спокойно реагирую на все вопросы человека. Я знаю человеческую любопытность, мама. Я знаю человеческую любопытность, и поэтому совершенно спокойно на это реагирую. Пожалуй, это все, что я хотела вам рассказать о своем шраме, о своей губе. И спасибо за просмотр. Если вам понравилось такое видео, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Также пишите в комментариях, как вы отнеслись к моему внешнему виду, пугает ли он вас, потому что это действительно волнует меня. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok